Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел Каф. Стихи 81-88. Многочисленные жалобы и безответные вопросы, обозначенные в данном разделе, напоминают псалмы плача. Время идет, проплаканы глаза, а утешения все нет. 82 стих. Яркое сравнение. Я стал, как мех в дыму. Рисует картину обледеневших, как об этом говорит греческие термины с перевода 70, покрытых инеем мехов для жидкости, воды, вина и молока, которые, как правило, изготавливались из кожи, овец или коз. Скорее всего, метафора говорит о том, что как меха со временем чернеют и грубеют, так и человек от многих трудов становится потрепанным и изнеможденным. Итак, мех. Меха, помните по средневековым картинкам? Такие кожаные, наполненные воздухом, специальное приспособление, с помощью которого в какую-то печь загоняли кислород. И вот попробуйте себе в голове представить похожую картинку. Кожа овцы выделанная, вывернутая наизнанку, зашиты отверстия, которые соответствуют четырем конечностям, и оставлена только греловина. И вот туда, через греловину, в такие меха, как, знаете, советская грелка, запускается жидкость, и хранится, и транспортируется. И вот мех на слане. На мой взгляд, славянское слово «слане», которое восходит к понятию «мороз, иний» из греческого текста, оно точнее передает смысл исходного текста. В еврейском там стоит «нод», «мех», слово «неоднозначно», это почти что «гапекс легоменон», это слово встречается в Библии всего два раза во всем тексте. В первом случае там явно речь идет о дыме, а вот в данном псалме непонятно совершенно. И поэтому мне кажется, что русские переводчики, которые поставили слово «дым», они последовали или английскому переводу короля Якова, или древнееврейскому тексту, который и сам, ну, неоднозначен. Поэтому точнее лучше было бы сказать, что как мех на морозе. То есть замерзшие меха становятся грубыми, потом трескаются, ну, как и старик в возрасте. Вот, которые, у него там сосуды сужаются, кости затвердевают, он кряхтит. Часто мы встречаем таких людей, у которых уже там радикулит и ноги сводит. Вот, это напоминает некое такое оцепенение. Оцепенение, оно могло быть при этом морозном инее, когда все покрывается льдом и сковывает движение. Вот отсюда такой образ «я стал как мех на слане». То есть я закоченеваю. «Псалмопевец — слуга Господа, преследуемый без причины. Городые вырыли яму и едва не погубили его. Они испытывали его верность Богу, но не сломили его силу воли. Он не оставил повеление Господа, потому что заповеди его истина». Давайте будем реалистами, если мы говорим о нашем отношении к людям. Мы же должны называть вещи своими именами. Конечно, хочется убрать в сторону всю лексику, связанную с грязными словами. Мы их не должны употреблять. Но порой бывает, когда нужно дать оценку происходящему, мы, увлекаясь сугубым благочестием, играем в прятки. Например, не говори, что он вор, говори, что он украл. Но в таком случае тогда наши судьи, они все равно ведь должны выносить какой-то приговор в гражданских судах, они будут заниматься казуистикой. Они не будут говорить, что этот человек виновен. Ну как мы там судим человека, называем его виновным. Они будут говорить, что он совершил преступление, достойное наказание, и поэтому не мы, а закон его наказывает. Но в таком случае, а кто же написал тогда этот закон, который сам по себе наказывает человека? То есть это все игра в прятки. Когда мы говорим о том, что не судите, да не судимы будете, речь идет о некой другой реальности, о неком вердикте, приговоре. Это когда мы на человеке ставим клеймо и не даем ему шанса надежды изменить свою жизнь. Но высказывать какие-то суждения о происходящем мы имеем право. Но это отдельный разговор, потому что в таком случае надо коснуться Иисуса Христа, которого удали по планету, а он спреспросил, по что бьют его. А, кстати, апостол Павел употребляет еще такое выражение «стена подбеленная». То есть, говоря по-русски, он приправил свое слово еще крепким выражением. Поэтому Христос задавал вопрос, Павел задавал вопрос, за что бьют. Мы можем сказать, что они хотели уточнить, но мы не можем сказать, что это такое непротивление злу, как пишет Толстой. Поэтому они требовали объяснения, за что меня судят. Следовательно, судебная терминология у нас в ходу. Мы употребляем, мы выносим свои суждения и проводим разницу между судом и осуждением в отношении того, отдаем ли мы надежду человеку на будущее или нет. Ну, поставлю точку на том, что мы все равно кошку называем кошкой, собаку называем собакой. Различая животное, мы даем им все-таки их собственные имена. И юношу мы называем юношей, а старика стариком. Мы при этом не хотим обидеть пожилого человека или молодого человека. И мы при этом ведь выносим суждение. Мы констатируем некий факт. Мы отделяем молодость от старости. А уж оценка какова будет, тут уж мы смотрим как. Вот кто-то скажет, вы меня обидели, назвали меня старухой. Какая же я старуха? Я пожилая женщина. Я не старуха. А другой обидится, когда зовут его юношей. Какой же я юноша? Я уже совершеннолетний человек. Поэтому даже и тут можно передаться к слову употребления. Жизнь, о которой умолял псалмопевец, находится в руках Господа. Бог по милости своей может продлить и жизнь боящихся Господа, чтобы тот продолжал хранить откровение уст его и свидетельствовать об Божьих заповедях своим современникам. Субтитры создавал DimaTorzok